Я родился в городе Нью-Йорк, и моя мама работала секретаршей до того, как у нее не родились дети. После этого она уже решила закончить свою работу и стала домохозяйкой. Мой папа работал буккалтером, и он много лет проработал на одну и ту же компанию, хотя он не имел очень большую зарплату. Мы жили в достаточно маленькой квартире. У меня, кроме того, был старший брат и младшая сестра. В квартире у нас было две спальни, поэтому иногда я и мой старший брат, мы просто спали в гостиной, используя расколадушки. Я, да и вообще-то все мои братья и сестры, мы все ходили в то время в католические религиозные школы. И в то время эти школы были еще не такими дорогими, как сейчас. Сейчас можно ведь бесплатно учиться и в государственных школах, но в целом тогда католические религиозные школы были лучше по качеству. После высшей школы я учился на священника, но потом после колледжа я забросил это дело. Вместо этого я решил пойти по пути социального работника и попал на стажировку, которая в дальнейшем позволила мне, кстати, получить государственное высшее образование в плане социальной работы и заодно бесплатно. В качестве социального работника я начал работать с очень бедными семьями, я навещал их, чтобы посмотреть, как они живут. А затем мне удалось заполучить работу в правительстве штата Нью-Йорк, это там же мне удалось пройти мою стажировку, где я начал работать с детьми, которые были из неблагополучных семей, и которые в дальнейшем тоже стали попадать в всякие неприятные ситуации. Таким образом, в этой позиции я сначала работал именно в городе Нью-Йорк, а затем, когда у меня уже была небольшая моя молодая семья, я переехал в город Олбани, который является на самом деле столицей штата Нью-Йорка. Я подумал, что ведь там может быть и другая работа, которую я могу найти, и кроме того, я мог жить там более дешево. Стоимость жизни в этом городке была более дешевой, чем в Нью-Йорке, а при этом зарплата моя сохранялась. Таким образом, я вообще проработал до 54 лет, то есть вышел на пенсию, в принципе, в 54 года, потому что к этому моменту я уже, в принципе, заработал на всю государственную пенсию, которая мне полагалась. Но кроме того, к тому времени я, к сожалению, узнал о том, что у моей жены была деменция, и ее состояние было таково, что я уже не мог позволить себе к тому времени ходить на работу каждый день и оставлять ее дома одну. Я просто решил, что намного правильнее будет находиться уже дома с ней, и, кроме того, естественно, был ряд людей, которые приходили мне и помогали заботиться о моей жене. Ну и параллельно, несмотря на то, что я покинул штат Нью-Йорк, я продолжал работать в качестве социального работника, но перешел в сферу удочерения и усыновления детей и начал работать с агентствами, которые этим занимаются. С точки зрения финансов, плюсом этой работы было то, что, поскольку я уже заработал к тому времени государственную американскую пенсию, social security, я не мог все же ее начать получать до того момента, пока мне исполнилось, ну, например, 62 года, хотя многие люди начинают получать ее лет в 65. Можно также отсрочить даже получение этой пенсии до 70 лет, и тогда к моменту получения этой пенсии вы будете получать еще больше денег. Ну, в общем, моя частичная занятость в области усыновления детей помогла мне как раз заменить мой доход этим дополнительным доходом, поскольку государственную пенсию я еще не мог получать. Ну, плюс к этому, когда я работал на штат Нью-Йорк, и моя работа была в основном административной, такой бюрократической. Я очень много разрабатывал различных политик, но, по сути, я не взаимодействовал с людьми. То есть я не соприкасался непосредственно с теми семьями, которые усыновляли детей. А на новой работе у меня была возможность это делать, и для меня это было большим вознаграждением. Так что я мог познакомиться с теми людьми, которые собирались усыновлять детей. Я уже мог встретиться с ними непосредственно, когда ребенок к ним попадал в дом. И вообще часто усыновляют не обязательно младенцев, но и более старших детей. Процесс усыновления детей в Америке таков, что должно быть проведено сначала домашнее исследование. Вы встречаетесь с этими людьми, общаетесь с ними, задаете им вопросы, насколько они готовы стать родителями. Нужно задать им много вопросов, чтобы убедиться в их способности быть родителями, потому что у кого-то к этому моменту уже были дети, а у кого-то это будут первые дети. В общем, в этом исследовании нужно оценить много параметров, и затем суд проверяет это исследование, прежде чем назначить, готова ли эта семья к усыновлению детей или нет. Это так здорово, вообще реально своими глазами видеть, что же происходит во всех этих семьях. И вообще я участвовал в усыновлении не только американских детей, но и детей из других стран. В числе других стран я работал с семьями, которые хотели усыновить детей из России, и это было очень интересно. В большинстве случаев русские дети, которых я усыновлял, были постарше, им было примерно 5-6 лет, некоторым даже еще больше. И также я участвовал в усыновлении детей из Гватемалы, из Китая, из Эфиопии, из Кореи и других стран. Финансовая работа в области усыновления детей помогла мне в том плане, что я мог открыть так называемый Individual Retirement Account, индивидуальный пенсионный счет. Когда вы получаете пенсию, вы не можете открыть такой пенсионный счет. Но поскольку я консультировал с семьей в области усыновления и работал как бы парт-тайм, я мог открыть такой счет. То есть деньги, которые я тогда начал зарабатывать, я стал откладывать в этот индивидуальный пенсионный счет для того, чтобы воспользоваться ими впоследствии. И преимуществом того, что я открыл такой индивидуальный пенсионный счет, было то, что как только вы начинаете в него инвестировать, в определенные типы этих индивидуальных пенсионных счетов, впоследствии, когда вы уже забираете оттуда свои деньги, вы не должны платить никакие налоги. В общем и целом, в Америке все люди, которые всю свою жизнь работали, они могут получать государственную пенсию, так называемую social security, примерно начиная с возраста 65 лет. И в случае семьи с мужем и женой, когда муж начинает получать пенсию, даже если его жена не работала, она начинает получать половину его пенсии. В общем, если, например, в семье мужчина получает пенсию 3000 долларов, это очень хорошая американская пенсия, которую получают ряд людей, моя пенсия примерно так же составляет такую сумму. Его жена, которая никогда не работала, может рассчитывать на полторы тысячи долларов, то есть на половину его пенсии. А если его жена работала, то она может, возможно, тоже получить 3000 долларов. Еще в social security есть такой аспект, что дети-инвалиды тоже могут получать определенные отчисления от этой системы, поскольку они являются инвалидами. Когда такие дети вырастают, естественно, они не могут претендовать на работу с высокой заработной платой, или, возможно, они вообще не в состоянии работать, то они, естественно, также продолжат получать эту пенсию. Также нужно отметить, что я все же вырос в семье, где мой папа занимался инвестициями, хотя он не заработал на это много денег, но он инвестировал в фондовый рынок. Он меня как бы тоже немного научил, как это делать, и поэтому, когда мне было уже 20 с небольшим, я уже инвестировал какие-то деньги, доступные, которые у меня тогда были. И я потихоньку начал инвестировать в акции, затем по его инвестиционные фонды, так называемые mutual funds, и, конечно, с течением лет все это принесло намного большую прибыль, чем, например, просто банковские вклады, которые так сильно не выросли. Конечно, многое о фондовом рынке и о том, как инвестировать, я узнал просто благодаря тому, что читал финансовую прессу. В Америке у нас есть два, нет, даже таких три финансовых журнала, которые я действительно очень много читаю на протяжении всей своей жизни. Это журнал Forbes, это также журнал Fortune, и еще есть один третий журнал, так, как же он называется? Киплинерс, это журнал Киплинерс. Из этих журналов можно много узнать о рынке акций, о том, что происходит в паевых инвестиционных фондах, соответственно, инвестировать туда или нет. Ну и главное, что получается, что эти инвестиции в акции и фонды – это дополнительный источник прибыли для меня, помимо моей пенсии. Но главное качество, которое важно для финансов, это то, что я перенял у моих и мамы, и папы, это то, как быть бережливым, как быть расчетливым, то есть как все же управлять своими деньгами, своими финансами, а ведь многие дети не учатся этому в своих семьях. Ведь в США действительно большинство людей живут по принципу от зарплаты к зарплате, да, они ничего не откладывают. И если постоянно вы абсолютно ничего не откладываете куда-то в сторону, тогда, когда наступит какой-либо кризис, у вас просто не будет денег для того, чтобы решить эти вопросы, связанные с вашими проблемами. В общем, я постоянно с каждой своей зарплаты немного откладывал определенную сумму в зависимости от ситуации. Довольно сложно сказать, какой именно процент я, например, ежемесячно откладывал от своей зарплаты, потому что это зависело от многих факторов. Например, в Америке мы должны оплачивать высшее образование своих детей, в то время как в других странах такое образование стоит намного меньше. Или даже является бесплатным. Некоторые вузы предоставят обучение со скидкой или оплатят какую-то сумму для детей, которые исходят из совсем бедных семей. Но в общем и целое высшее образование в Америке означает, что многие берут займы для того, чтобы позволить это. И после образования они остаются с большими долгами. Поскольку у меня есть и сын, и дочь, то я заранее стал откладывать и инвестировать те деньги, которые пойдут на их высшее образование. Таким образом, чтобы к тому моменту, когда они закончат свое образование, у них не было долгов. Практически всю стоимость их обучения покрыли вот эти деньги, которые я заранее откладывал. В общем, когда они вышли из своих университетов, то у них не было никаких долгов, которые они должны были оплачивать. И что важно, у меня не было никаких долгов, которые мне нужно было бы за них оплачивать. Ну, знаете, далеко не во всех американских семьях такая ситуация. И, оказывается, далеко не многие заранее думают об этой ситуации. То есть, в конце концов, важно просто иметь это умное отношение к деньгам. Не столь важно, сколько вы зарабатываете из своей жизни, сколько то, что вы делаете с этими деньгами. Ну, например, многие люди будут каждые несколько лет менять свой автомобиль, покупать новую машину. А я так никогда не делал. Ну, то есть, я покупал новый автомобиль, но я потом ездил на нем до последнего, прежде чем я его хотел продать или просто уже от него избавлялся. Я думаю, что это был лучший способ для меня полностью использовать все эти финансы из автомобиля, которые у него вложил. Но многим просто нужна еще одна новая красивая машина. И вообще в жизни всегда есть вот эти экстрадополнительные услуги, вещи, на которые можно постоянно тратить деньги. Но если вы постоянно тратите на них деньги, то в конце концов у вас вряд ли останется какая-то серьезная сумма, которую вы сможете отложить. Я просто думаю, что многие люди, они не думают об этих тратах в таком ключе. Еще, конечно, в США, так же, как я думаю, и во многих других странах, ваши траты очень сильно зависят от того места, где вы живете. Сколько вы будете регулярно на постоянной основе тратить на те или иные вещи. Продукты, например, будут вам стоить практически одинаково в Америке, везде, где бы вы ни жили. Ну, может быть, в городе они будут стоить чуть подороже, чем в маленьком населенном пункте. Но цена на покупку жилья или на аренду жилья будет очень сильно отличаться в зависимости от того, где вы живете. Например, в большинстве штатов, в такой спокойной зоне, где-то не в больших городах, вы можете купить вполне достойный дом за 200-300 тысяч долларов. Если бы вы, например, хотели жить в Лос-Анджелесе, и у вас было бы 200-300 тысяч долларов, то вы могли бы позволить себе на эти деньги только сарай. И все эти люди, они, например, получают одну и ту же пенсию от государства, одну и ту же социал-секьюрити. Но другой вопрос, работали ли они в компаниях, которые им тоже платят пенсию. В некоторых американских компаниях есть профсоюзы, и обычно эти компании лучше платят своим сотрудникам и предоставляют другие преимущества в плане работы, потому что эти профсоюзы, конечно, вынуждают менеджмент платить больше, платить приличную зарплату. Так, например, люди, которые работали в больших автомобильных компаниях, не сейчас, правда, уже, а раньше, когда там были профсоюзы, они получали очень хорошую пенсию. Но не сейчас, потому что сейчас очень многое изменилось. Сегодня в Америке, если вы работаете на какую-то приличную компанию, у вас гарантированно точно есть какой-то приличный пенсионный план, конечно. Но если вы работаете в Макдональдс, забудьте об этом, ну, по крайней мере, если вы работаете непосредственно в кафе Макдональдс. Если вы работаете в менеджменте компании Макдональдс, то, конечно, с вашей пенсией все будет нормально. В общем, на пенсию влияет очень много разных факторов. С тех пор, как я вышел на пенсию, вообще я очень много путешествовал и продолжаю путешествовать, видеть разные страны, и это, наверное, было самым фантастическим на пенсии. Также я могу сейчас себе позволить арендовать квартиру вот в этом комплексе, который стоит немного дороже других квартир, в которых я мог бы жить, но здесь есть дополнительные услуги, типа бассейна и кинотеатра, которые очень приятны. Ну, и главная прелесть сейчас на пенсии для меня в том, что каждый день для меня выходной. Не надо волноваться о том, что мне еще нужно ходить на работу. Даже когда я сейчас хожу в магазины за продуктами, я хожу обычно в буддии дни, когда в магазинах, естественно, меньше народу. И много других таких вещей, о которых обычно я бы не думал. Также здорово осознавать, что моя карьера в качестве социального работника, она позволяет мне теперь уже какое-то время заниматься волонтерством или частично работать. Такие вещи позволили мне чувствовать себя нужным, занятым, и то, что, в принципе, возможно приносить какую-то пользу обществе, а не просто лежать на диване и постоянно отдыхать. Я действительно верю в волонтерство и в то, что нужно помогать другим людям, и нужно что-то делать для других людей. Также я являюсь религиозным человеком, поэтому сейчас на пенсии я каждый день стараюсь ходить на место, церковь находится совсем рядом с моим домом, это очень удобно. И, наконец, всем, кто будет отмечать религиозное Рождество, я хочу пожелать счастливого Рождества, и всем пожелать счастливого Нового Года. И яockский нового годаもし одной!